Чтобы стать победителем в номинации «Лучший партнер» нужно обладать уникальными качествами. У нас есть еще один гость. Кирилл, здравствуйте. Во-первых, я вас поздравляю с заслуженной победой. И хочу задать вам вопрос, что нужно сделать для того, чтобы получить приз «Лучший партнер 2020 года». Во-первых, нужно четко понимать и представлять свои цели, задачи и потребности вашего стратегического партнера, которым для нас, безусловно, много лет является компания X5 Retail Group. В частности, я с данной компанией работаю 25 лет. 25 лет в этом году исполняется перекрестка с первого магазина. Я участвовал в перерезании ленточки первого магазина. И я могу сказать из этого достаточно большого опыта по времени, что с X5 всегда очень одновременно и сложно и легко. Сложно, потому что, да, это наш национальный лидер федерального ритейла, это стратегический партнер и самый большой ритейлер на рынке. Легко, потому что, ну, вот сегодняшнее, собственно, мероприятие это показало. Что мне всегда нравилось в X5, это открытый, понятный форматный диалог между лидерами форматов, между SEO-компанией, рынком, коммерческим отделом, как бы, да. И вот за сегодняшнюю встречу и за вот эту награду огромное спасибо, что компания вот в такой тяжелый год в нашем лице получила вот это признание за лояльность и за то, что мы действительно много лет, являясь стратегическим партнером X5 Retail Group категории и специи и приправы, стараемся действительно идти от потребителя и пытаться помочь ритейлеру, нашему партнеру X5 понять потребности покупателей и качественно, правильно, профессионально их закрыть во всех аспектах и во всех бизнес-процессах. Сегодня день эффективных коммуникаций, мы с вами находимся в диалоге. Есть ли у вас какие-то вопросы, которые вы очень хотели задать сегодня организаторам? Ну, наверное, сегодня этот вопрос был недостаточно освещен. Я бы задал вопрос о все-таки о дальнейших планах по органическому развитию, потому что это сегодня прозвучало, но не до конца четко, как все предыдущие годы. Но здесь и можно понять нашего партнера, потому что в условиях текущей там пандемии и вот ожидания второй волны и всех вот внешних финансовых геополитических потрясений, в котором находится сейчас весь рынок продуктов питания, достаточно, наверное, сложно прогнозировать и давать рынку какие-то четкие обещания по органическому росту, по развитию того или иного формата. Я думаю, что с этим связано то, что какие-то прям вот совсем четкие цифры не прозвучали. Но вот этот вопрос хотелось бы там, да, как-то поточнее для себя понимать. Я думаю, что нужно немножко времени для того, чтобы определиться со стратегией год 2021. Но в любом случае, давайте пожелаем друг другу хорошего бизнеса и пусть эта награда напоминает о том, что вы действительно лояльный и хороший поставщик. Да, спасибо огромное. Удачи X5, удачи нашему национальному лидеру федерального ритейла в России. Спасибо.